всем привет сегодня моя постоянная рубрика покупки за прошедший месяц сегодня вам буду показывать свои покупки за март частично мои покупки вы уже видели это косметика clorance я вам показывала в прошлом видео начну пожалуй с самой интересной самой главной самой приятной покупки это палетка от mac я ее каким-то образом пропустила когда она вышла и в итоге мне за ней пришлось побегать в принципе это не первый раз мне приходится бегать за какой-то косметикой вот так она выглядит внутри эта палетка состоящая из трех хайлайтеров она выходила в двух оттенках один оттенок розовый а другой более желтый для загорелой кожи я конечно же купила розовую палетку безумно просто безумно ею довольно хайлайтеры здесь вот такие как я люблю которые с влажным финишем с глянцевым таким эффектом они очень похожи на мой любимый хайлайтер от бобби браун по крайней мере по вот такому вот финишу красивому очень очень даже похоже здесь три оттенка внутри один оттенок в желтизну уходит другой более розовый и 3 такой уже для загорелой кожи но несмотря на то что третий оттенок идет для загорелой кожи как ни странно он мне вполне подходит если сильно не перебарщивать то даже и на моей бледной кожи он вполне естественно смотрится сейчас я как раз таки намазана этой палеткой покупкой очень очень довольна покупка от tom ford это лаковый блеск выходил в рамках лимитированной коллекции эта покупка в общем то я могу сказать что это мое разочарование почему разочарование потому что по идее этот блеск должен давать эффект такого глянца лака и поначалу как только его нанесешь он действительно такой эффект дает кроме того здесь еще и блестки содержатся все вначале все выглядит очень красиво но проходит какое-то непродолжительное время и этот блеск с успехом впитывается ваши губы и до губы становятся прямо вы знаете даже ощущение такие вот напитанные ощущения как будто бы немножечко даже объем увеличился это это уже не блеск блеск получается пропадает и у вас просто эффект такой вот знаете жирной помады нанесенной на губы вот такой прям сочной жирной помады это абсолютно уже не глянец и получается что я купила вместо лакового блеска бальзам бальзам для губ увлажняет отлично губы питает губы но я говорю вот декоративная функция у него какая-то очень и очень недолго вот этот декоративный эффект как-то он очень быстро исчезает сейчас я вам даже покажу как это выглядит на губах я специально не стала наносить до начала съемки потому что думала впитается потом вы ничего не убить поэтому я нанесу сейчас получился вот такой эффект видите все блестит все переливается очень даже красиво очень интересно но через какое-то время это все пропадет посмотрим сколько я буду снимать видео возможно уже концу видео на губах особо ничего не останется просто жирная такая помада эту покупку я сделала в литуале это подводка для глаз подводка с кисточкой такая какую я люблю это корейская марка тукул фаскул это классе тише молчи это классический лайнер и он еще к тому же водостойкий сейчас вы его можете видеть на мне у меня нарисованы им стрелки пока я им довольна я боюсь его хвалить когда-то я вам показывала такую же самую подводку от nix и говорила что она отличная я и попользовалась чуть больше двух недель и она просто стала растекаться куда-то уплывать и поэтому этой подводкой я пользуюсь еще только несколько раз и пока пока боюсь что-то загадывать то что сейчас мне мне очень нравится вот я ее нанесла на руку и теперь можно тереть сколько угодно она очень стойкая вообще с ней ничего не случается никуда она не пропадает бальзамчик от dior lip glow у меня такой есть в самом его обычном варианте в самом первоначальном я покупала до того как выпустили вот эту линейку с разными цветами таких бальзамов купила в этот раз себе оттенок поярче вот такой ярко-розовый вы меня могли видеть во влоге в моем на балконе по моему прошлый раз меня выходил в этом блоге вы могли как раз таки вот с этим бальзамом на губах меня видеть он достаточно яркий насыщенный и когда не хочется краситься или не нужно краситься помадой но губы при этом пересыхают можно помазаться этим бальзамом и будет вполне красиво я знаю что девочки конечно же используют его и в принципе так сказать на выход на улицу я так не использую потому что вы знаете я люблю нормальные помады блески насыщенные и для меня это слишком легкий вариант качество превосходное точно такое же как у обычной стандартной версии этого lip glow make up forever праймер для лица солнце защитным фактором 50 это моя стандартная покупка когда начинается теплое время года когда светит солнышко вы знаете я использую отбеливающие кремы я вам видео видео показывала и вот этот вот мой по крайней мере на данный момент любимый праймер почему его люблю он немножечко и увлажняет кожу его можно использовать ежедневно да он белый да он выбеливает лицо но в моем случае это абсолютно не страшно она у меня и так белое мое лицо хуже не будет еще одна покупка я ее повторяю совсем недавно я вам даже ее показывала это пудра от the balm это даже их не то чтобы пудра а тональная основа компактная почему она мне так понравилось она не содержит талька я пыталась ее приспособить для всего лица но на она все равно немножечко недостаточно вот такая вот недостаточно плотным слоем ложится чтобы не использовать тональную основу а вы знаете я люблю без тональной основы просто пудры использовать но зато она великолепно подошла для фиксации консилера и и так как она без талька то кожу она естественно не сушит в том числе и кожу под глазами отличный вариант она светленькая я не сказала что прямо белая но такая такая светло-светло бежево-желтенькая ну по крайней мере мне подходит и это уже хорошо теперь покажу покупки которые я сделала по вашему совету я вам сказала что купила по моему предыдущих это у меня покупках лак базу и покрытие от салиханса и у меня это все дело вообще на ногтях не сохнет и мне посоветовали даже дважды под видео посоветовали взять от его мозаик покрытие зеркальным блеском стоит она копейки 100 с небольшим рублей я его купила огромное вам спасибо за этот совет это действительно нереально крутое покрытие я не знаю нужно ли покупать какое-то более дорогое средство принципе она дает эффект глянца эффект геля и очень быстро высушивает лак любой довольно как слон единственное мне придется купить отдельный пузырек для лаков светлых потому что если заметите здесь она уже такая розовая когда она красный лак сверху наносишь она немножечко как бы растворяет что ли вот этот лак она окрашивается вот это вот а покрытие она окрашивается это я не считаю проблемой абсолютно мне несложно за 100 рублей купить себе хоть пять таких покрытий для не знаю для разных цветов лаков отдельно поэтому вообще не проблема и я взяла на всякий случай еще попробовать покрытие именно с гелевым эффектом пока не пробовала не знаю просто села снимать вспомнила что я два таких покрытия от его мозаик взяла так что еще раз огромное спасибо это был действительно очень классный совет покупка то же самое по вашим советам это гелевый блеск от макс фактор то же самое в предыдущих покупках показывала такой же точно лак только с таким розово-сиреневым оттенком и сказала что он жутко собирается в такие вот полосы мне написали что скорее всего это действительно от оттенка зависит потому что вот именно вот этот красный цвет он абсолютно не скатывается прекрасно лежит на губах я как раз таки подумывала именно этот цвет прикупить но после того как у меня тот блеск так скатался я решила что покупать не буду когда мне написали что все окей и с этим такого не случится я купила и не жалею абсолютно бюджетное средство эффект потрясающий это у меня магнитные реснички я очень много о них слышала и честно сказать не встречала их в продаже как-то не заморачивалась чтобы заказывать их из интернета и поэтому когда в один прекрасный момент увидела у нас пушкина магазине такие реснички я взяла их попробовать у меня половинки ресничек почему-то наш магазин в этот привозят именно только половинки они целые ресничные вот эти ряды мне понравились они но единственное мне не подошло вот это вот вот эти половинки не подошли к моей форме глаза в каком плане здесь вот на этих половинках я вам поближе покажу магнитики наклеены посерединке и когда их начинаешь прикреплять к своим ресничкам получается что они не ложатся на мою форму глаза а как бы концы топорщится вот если бы они сделали магнитики по концам вот этих вот половинок вообще бы было идеально держит намертво просто фиксирует эти магниты я просто не могла потом снять их нормально потому что они же еще и за свои реснички я чуть-чуть подкрасила цепляются в общем идея замечательная особенно для таких людей как я у которых на любой клей для ресниц аллергия я не могу использовать накладные ресницы я их использую только вот буквально сфотографироваться и все на этом и тут же их снимаю то что меня начинает глаза гореть глаза слизиться перепробовала клеи абсолютно разные эффект один и тот же и вот это для меня просто вот выход из ситуации теперь я хочу найти целые ряды вот этих ресничек или по крайней мере половинки но чтоб я как говорю фиксировались они по краям магнитиками и я буду вообще довольны каком-то из последних видео о покупках я вам показывала что купила духи красная москва рассказывала вам свои впечатления мне некоторые девочки написали что я абсолютно напрасно на духе наговариваю что они пахнут очень даже приятно девочки я согласна на все сто процентов это вообще зависит от того как ваш нос это воспринимает как на вас играют эти духи поэтому мое мнение это исключительно мое мнение и исключительно мое восприятие и я согласна что на ком-то эти духи могут звучать просто потрясающе я сама люблю шанель номер пять которые обзывают ноги бабкиными духами и все но на мне они играют красиво на мне они бабками не пахнут на мне действительно раскрываются очень хорошо эти духи поэтому не спорю носите с удовольствием эти духи я же попав в очередной раз в этот магазин а я в этом магазине очень люблю ароматизатором и с мужем для машины берем я решила попробовать мыло красная москва выбрала себе девочки прям не отказывала самое дорогое но реально дорогое 300 чем-то рублей вот за эту вот упаковку мне понравилось вот эта кисточка я подумала что если уж брать тоже для коллекции то пусть это будет вот такая красивая коробка есть в наборе продаются три штуки и они стоят по моему 900 рублей этот набор ну то есть по 300 ровно это около 400 мне кажется что что-то не помню точно цену мыло у меня уже внутри нет ну я вам обмылок не буду показывать я с удовольствием им пользуюсь я в восторге вот этого раздражающего меня запаха какого-то на мой вкус неприятного в этом мыле абсолютно нет она пахнет как-то вот вы знаете вот действительно чем-то на шанель номер 5 я теперь вижу что это на шанель номер пять запах похож потому что с духами у меня такой ассоциации не было я знаю что да на базе этих духов сделаны там шанель номер пять но по крайней мере там своя целая история для меня это разные абсолютно запахи шанель номер пять мои и вот эта красная москва они звучат одинаково только вот в какой-то момент похоже не одинаково похоже вот здесь действительно какие-то такие нотки немножко пробиваются вот эти пятерочки шанель и вской пахнет изумительно когда вы вымоетесь такое тело все пахнет изумительно да немножко подсушивает как любое мыло конечно тело подсушивает надо потом все таки кремом намазаться но запах и коробочка вот это действительно обалденно рекомендую от души я думаю вам понравится у меня и в ванной комнате заходишь и вот этот вот приятный запах стоит две покупки от сенсей это маска и крем для век крем для век купил потому что у меня баночка моего крема закончилась пока на данный момент крем и для век от сенсей это мои фавориты они на мне лучше всего действуют я пробую вы знаете периодически и другие какие-то марки но мне нужно обязательно чтоб крем сенсей у меня был в этот раз у меня крем из основной линии cellular performance это основная их линейка я его сменила у меня был чуть потяжелее от морщин этот крем действует больше на увлажнение и восстановление но я периодически чередую кремы с разными эффектами я вам об этом то же самое говорила тоже им очень довольна но крем от морщин мне понравился больше маску я прихватила потому что попала в 40 процентную скидку и решила у меня есть увлажняющая маска надо купить еще их антивозрастную маска мне понравилось но увлажняющая в разы лучше в разы больше меня впечатлило и я той маски просто восторге ту маску я буду повторять эту не знаю посмотрю еще подумаю неплохая но у меня есть в общем-то и другие маски наверное с эффектом не хуже чем это ну и последняя на сегодня покупка это мицеллярная вода от дюкре придя в очередной раз в аптеку за мицеллярной водой я хотела купить биодерму когда-то раньше пользовалась этой мицелляркой была очень довольна потом я вам показывала я покупала от лярош позе мицеллярную воду но как-то она очень дорогая стала я когда-то покупала двойную упаковку по цене 1 это было вполне приемлемо по цене сейчас один бутылек очень много стоит хотела биодерму купить а биодерму вообще 2000 за пузырек в общем то я стояла думаю да как-то слишком дорого за мицеллярную воду и мне консультант посоветовала взять дюкре больше я это дюкре брать не буду я конечно понимаю что по цене она получилась поприятнее но это не мицеллярная вода это можно назвать лосьоном для снятия макияжа каким-то средством для снятия макияжа но это не мицеллярка во-первых она она идет для чувствительной кожи но у нее нереально сильная отдушка вот просто нет она неплохая но когда выпускаются средства для чувствительной кожи обычно отдушку старается делать какой-то либо минимальный либо вообще убирать а здесь просто запах такой во вторых когда я ношу ее на лицо у меня все время ощущение что кожа какая-то жирная снимает макияж отлично тут я как бы вообще претензий у меня никаких нет если попадает глаза можно сказать что в общем то не раздражает ну если совсем совсем чуть-чуть это конечно такая спорная вещь я ее лично покупать больше не буду на этом у меня все всем пока